здравствуйте друзья сегодня у нас первое видео которое относится к тесту эксперименту своего рода над тоннерами в данном случае 5 видов тоннера этот тоннер в принципе универсальный hp 1010 я приготовил картридж q2612a оригинальный практически однопроходной ни разу не заправлял все что же я хочу сделать я решил в первую очередь для себя ну и кому-то думаю будет интересно проверить тоннеры то есть в каком плане проверить на какое количество страниц хватит определенного количества тоннера каждого причем чтобы понять предположим если в среднем заправляется в картридж 120 грамм тоннера я хочу знать при 5 процентном заполнении листка насколько страниц хватит его точно то есть хочу определить для себя может я где-то много засыпая тоннер заправляя а может где-то я не досыпая тоннер то есть и но это и принципе для вас будет тоже интересно на самом деле потому что тоннеры все разные какого-то заправить предположим 100 грамм его хватает на 2000 страниц а другого заправить 100 грамм его хватит там на полторы тысячи страниц при пятипроцентном заполнении листка то есть где-то надо просто какой-то тоннер больше заправлять чтобы хватило на определенный ресурс где-то меньше также надо учитывать конечно же фон но это во первых тоже дополнительный расход тоннера идет несущественный но идет ну и также про заливку то есть есть тоннеры предположим также низкокачественные есть качественные которые заливает очень сильно ну то есть больше чем эталон то есть по плотности плотность выше чем у эталона так скажем оригинального отпечатка оригинального картриджа нового соответственно здесь тоже чуть-чуть побольше расход будет но я вот эти нюансы тонкости брать не хочу во внимание как бы для меня главное вычислить сколько хватит сколько надо грамм тонера чтобы данный картридж отпечатал 2000 страниц при пяти процентном заполнении листка я уже приготовил листок это пятипроцентное заполнение можно скачать в свободном доступе есть они в интернете есть интересно что такое 5 процентов 5 процентов это международный стандарт вкратце так скажу то есть у каждого карта же есть определенный ресурс который обозначает производитель карты же вот например у карта же 12 а производитель отмечает что ресурс 2000 страниц но везде маленьким шрифтом информация есть при 5 процентном заполнении листка то есть высчитывается ресурс картриджа то есть закладывается при определенном заполнении текста ну то есть заливки листа соответственно если вы будете печатать квадраты там малевича то карта же хватит ну страниц на 100 и для того чтобы производителю какой-то ресурс указывать соответственно они там проводились я так понимаю независимыми или может зависимыми компаниями своего рода тесты то есть брались за основу картриджев несколько ну там предположим 12 а карта же бралась там около пяти или девяти картриджей они проверялись на принтерах оригинальные то есть и при пятипроцентном заполнении листка печатали на них количество то есть тем самым производитель принципе определяет какое количество необходимо для карта же на тот ресурс который в принципе заложил но принципе вот у меня такая цель я хочу определить независимо от того какой печатает ярче какой печатает бледнее какой фоне какой не фонит это убрать в сторону потому что кого-то из клиентов устраивать предположим что он там фонит ну и ладно нормально главное печатать текст видно кого-то устраивает бледная печать кого-то не устраивает яркая печать а кого-то уж не устраивает бледная печать ну то есть и ну и учитывая что везде в парусе и так скажем стоимость заправки разная всякие есть еще экспресс не экспресс заправки так далее ну и везде качество тонера разные ценник разный ну и как бы требования самих пользователей как бы где-то лояльно относится там к фону бледной печати а где-то требовательны в общем это на самом деле даже на работе неважно потому что предположим если вы покупаете асс тот же да там тайп с 41 1 заправляете картриджи клиентов все устраивает никто не жалуется но он там чуть-чуть подфанивать как бы ну понятно что но нам в данном случае при тестах и ну не неважно там фонит он не фонит потому что ну клиент устраивает устраивает все моя цель просто определить одинаковые везде заправить объем каждого тонера при положим я хочу как сделать взять 20 грамм потому что полный заправлять его смысла нету нет не для чего проверять всю весь весь объем тонера там при положим средняя там идет сюда объем заправки 120 грамм ну нет смысла сюда столько заправлять и гонять израсходовать кучу бумаги и мотать принтер и так далее то есть я взял за основу такую весовку 20 грамм то есть соответственно мы картридж будем вырабатывать полностью я его еще когда уже пойдут просветы я его вы ну немножко потрясу чтобы нам остатки распределились на магнитном ролике и уже ну то есть я буду израсходовать под ноль их для того чтобы понимать сколько 20 грамм при пяти процентном заполнении хватит на количество страниц соответственно как и будут все потом высчитывать по простой формуле я нарисовал уже то есть количество заправленного тонера то есть данном случае по 20 грамм ну 20 грамм и буду заправлять умножаем на скобках заправлен заявленный ресурс картриджа делим на количество отпечатанных страниц при пяти процентном заполнении листка то есть получается что ну грубо говоря по цифрам пройдемся просто мы берем 20 грамм заправляем 12а картридж вставляем принтер он у нас отпечатал 400 страниц ну все 400 страниц дальше прошли и пошли уже просветы но все тот момент когда клиент начинает картридж вынимать с принтера и несет на заправку мы берем заявленный ресурс данного картриджа ну две тысячи страниц у него как заявляет производитель и при пяти процентном заполнении листка делим на количество отпечатков то есть 400 отпечатков которые также отпечатались и при пяти процентном заполнении листка получается 5 и соответственно мы это умножаем на количество заправленного тонера то есть 20 грамм то есть 5 на 20 получается 100 грамм соответственно вывод какой У нас получается равно Количество необходимого тонера для данного картриджа Для печати при 5% заполнении листка На 2000 страниц Вы вроде нормально объяснил Понятно Ну в принципе здесь все просто Потому что говорю Заправлять полный картридж Во-первых это долго времени ждать, печатать Тем более принтер далеко не быстрый Ну нет смысла в этом Как бы я думаю вы меня поймете Какие условия у меня будут соблюдаться То есть картридж будет оригинальный Потому что проверять расход тонера на совместивом картридже Ну наверное это будет неправильно Потому что у совместивого картриджа есть свои проблемы Дефекты Они могут все фонить на совместивом картридже То есть мы будем отталкиваться от оригинального картриджа Чтобы было максимально приближенное к истине результаты Этот картридж как я и говорил уже Ну новый практически То есть он один раз отходил и все У него все родное Он оригинальный Родной барабан стоит Единственное барабан у него такой здесь уже понятно хоженый Я в данном случае поставлю новый барабан Golden Green Обычный барабан Чтобы было прозрачно все Он не горячий Ничего это просто обычный барабан То есть он не ярко печатает Не тускло Так же как и оригинальный будет печатать Просто в данном случае он будет новый Как я буду заправлять этот картридж У меня есть видео Ссылка будет в описании Я недавно выкладывал Как я их заправляю То есть я буду после каждого тонера полностью вычищать все Вычищать дозирующие лезвия, ролики заряда Уплотнители если потребуется Вытряхать полностью все остатки тонера Из бункера В общем буду полноценно проводить чистку Как обычно мы это делаем при заправке картриджа Как-то так На данном тесте у нас будут Я не стал собирать все тонеры У нас их около 10 видов Но это просто бы затянулось бы на нереальное количество времени Я решил, что сегодня я сделаю 5 У нас будет тонер ASC Type 41 Он идет для 10-10 и так далее Ну универсальный шпичный тонер Canon Далее будет тонер IMAX SI 388 Он тоже такой универсальный тонер Тоже 10-10 и так далее он идет Будет тонер BULAT HB2901 Он тоже универсальный 10-10 Но я его уже пересыпал в банку В другой, потому что я заказывал его по одной бутылке для теста И соответственно воронки с ней нет у меня И мы пересыпаем просто вот в эту тару Потому что это у нас основные тары все Потом будет тонер Ну один из популярных IMAX MG И тонер в последнее время Лично у нас он становится уже стал самым популярным Тонер Golden Green 301 Ну соответственно также проверим По листочку я выцеплю с каждого Посмотрим его заливку Фон, не фон Так уже попутно так скажем Определим качество самого тонера Вот как-то так Все, я начну Начну пожалуй я с тонера Ну давайте я начну вот с этого тонера И пойду по порядку Субтитры сделал DimaTorzok 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 И они как вода вообще туда льются Мне поэтому даже видео видно Мне приходилось наоборот Из карты же банку высыпать Потому что он туда Очень сыпучий тонер И не поверите Но у них у обоих Одинаковое количество Страниц распечаталось По 277 страниц Что у этого Что у этого Более того На видео видно Я в фотографии там Ролика заряда И бункер отработки Ролик заряда У обоих Одинаково Загаживается То есть вот С полосочками такими То есть Прихожу к такому мнению Что Здесь нафасован Тонер МГ Единственное обидно Что вот эту банку Я брал за 876 рублей А эту мы берем У постоянного поставщика Нашего Ну Рамиса По 677 рублей То есть на 200 рублей дороже Я взял тот же МГ Только в другой банке Ну Это реально МГ здесь Потому что Ну И по запаху даже То есть они все пахнут Когда печатают Кстати самые вонючие Это вот АСЦ и 301 Вот эти все Ну Ну это понятно Это МГ Это МГ Это тоже МХ МХ Они как бы В принципе Тонеры такие качественные И не воняют Вот Так что мало ли что Кому-то на заметку Вот этим экспериментом Своим Так скажем Тестом даже Можно вычислить Что фасует Поставщик Предположим Ну В данном случае Булат То есть Также можно вычислить По тонеру Статиковского Ну Много То есть Разных Потому что Есть определенные Производители Тонеров Такие как АМЕКС ТОМАЯГАВА МИЦУБИШИ ХАНДОН АСЦ То есть Это реальные Заводы Производители А есть Такие компании Как Булат Которые просто В своей банке Фасуют Одни из этих Тонеров Ну и соответственно Продают его Чуть дороже Ну и таким вот путем Мы можем вычислить Какой реально Тонер фасуется Ну Как бы Мне предположим Нет смысла Покупать на 200 рублей Дороже Вот этот тонер HB291 Если я знаю Что там МГ заправлен МГ я могу взять На 200 рублей Дешевле А мы берем Их по 100 килограмм Соответственно Там экономия Просто нереальная Так же и со всеми Тонерами Со статиком То же самое Они тоже У них Во-первых Статика У меня приходят Сертификаты С тонером иногда И у статика Приложен сертификат Завод-изготовитель Китай Хандон То есть Тонер статик На сегодняшний день Уже год-два Производится На заводе Хандон Есть как бы И тонер Хандон Но они и похожи Честно говоря Немного по запаху Они воняют Одинаково При печати Потому что Статик Весь статик Воняет И нехило На самом деле При печати Что касается По ресурсам СА Охватило На 313 страниц АСЦ Хватило на 319 страниц Рекордсмен Вообще У нас Этих Хватило на 277 страниц Обои Они одинаково Напечатали Говорю Одинаковый тонер 100% Здесь МГ А этот Напечатал 306 страниц Рекордсмен Вот этот тонер Все хуже Так скажем По количеству страниц Напечатали Вот эти оба тонера Но Это понятно Потому что МГ сам по себе Очень сильно заливает И у него Как бы Ну По визуально Разницы Я не вижу По печати То есть они все Отлично печатают Но Сами буквы Просто Если смотреть Через микроскоп Они прям Такие толстые Такие плюшки Вот И получается Что у нас Рассчитав Все по формуле Вот этого тонера СА 388 Хватит 104,5 грамма Учитывая Что еще Плюс 5 грамм Уже там Подсчитано То есть тот тонер Который останется В бункере Ну И как бы Никуда не денешься Придется Придется учитывать Эти 5 грамм Для того Чтобы выработался Весь ресурс 2000 страниц Согласно Международному стандарту ИСО При 5% Заполнении листка Получается Здесь у нас 104,5 грамма Хватит на ресурс 2000 страниц При 5% Заполнении листка Этого у нас Хватит 98 грамм С учетом 5 грамм Которые останутся В бункере 98 грамм То есть можно Просто 100 грамм Засыпать АСЦ И он Самый экономный Тонер И он стоит Мы покупаем его По 484 рубля Как и 301 Они в одну стоимость Вообще идут Что этот 484 Что этот 484 Ну у нас там Большие скидки Поэтому мы таким суммам Закупаем Смешным Единственное АСЦ Не такой универсальный Как 301 То есть АСЦ На совместимках Может фонить А этот Вообще Просто Ну он Охрененно Справляется С этим Между нами Мастерами Здесь такой Антифонящий Тонер Как бы Ну в любом Случае Я бы отдал Предпочтение ему Несмотря на то Что этот Ну можно Сэкономить Так сказать На граммах Эти оба У нас Надо им По 113 грамм Тоже так же Учитывая 5 грамм Те которые У нас Станутся в бункере 113 грамм На 2000 страниц При 5% Заполнении Страницы То есть Ну грубо говоря 115-120 грамм Этого тонера Смело Надо заправлять Чтобы его Хватило На заложенный Ресурс Производителем Так скажем И 301 Получается У нас 102,5 грамма Тоже Учитывая 5 грамм В принципе Все не очень Плохо На самом деле Для меня Честно говоря Я первый раз Это все делаю Я решил Это все Зафиксировать Но я давно Хотел это сделать Провести сравнение Для того Чтобы понимать Реально ли Расходу Столько хватает Тонера В картридж То есть У меня были сомнения Потому что Тонеры все разные Куча производителей И я не могу Быть уверен Что я заправил 100 грамм Какого-то из тонеров Он отходит Столько Сколько надо То есть Это ладно 12-шка У него нету Чипа Картриджи Такие как 85-й Там Самистинки Оригиналы По ним Кстати У меня в планах То же самое Все сделать Как и по цветным Так и по Самсунговскому Тонеру То есть Все то же самое Я хочу проделать Ну там Как бы Много чего Еще можно сделать На самом деле Проверить Тонеров До хренища Там кстати Потом Будет Там По лайкам По просмотрам И так далее То ну соответственно Мне будет интересно Дальше делать То есть Я могу Уже дойти до такого Что я просто Вы в комментариях Будете указывать Тонер Который бы вы хотели Тоже Чтобы я проверил Я закажу По килограмму Этих тонеров 5 видов Предположим И опять так же Сниму видео И так далее И так далее То есть Это можно делать До бесконечности Сколько будет Выпускаться Тонеров этих Вот Как то так Неплохая статистика Я предположим Для себя Сейчас знаю То есть Если я заправляю МГ То я заправляю 115-120 грамм Если я заправляю 301 в 12 То соответственно Я буду заправлять Грамм Ну 105-110 Как бы вроде бы Смешные граммы Цифры Но когда у вас Идет поток Этих картриджей И по 100 килограммов Этого тонера улетает Эта экономия Она заметно становится Ну интересно Дальше Следующее Я сделаю тест Тонера МТП-8 Статик контрол Статик контрол МПС плюс Один из самых дорогих Тонеров Статика 10-10 МТП-9 Статик контрол И два Джади Один Джлт-73 Второй Джлт-75 Говно тонеры На самом деле Но мы их проверим Я вам покажу Их работу В принципе все Задавайте вопросы А так Моя цель Предположим Я хочу Проверить Практически Все тонеры За исключением Киа Сера Конечно Потому что Его невозможно Будет проверить Так как там Датчики стоят Он просто Не выработает В ноль Тонер Ну по крайней мере Проверю все Что можно Данным способом Таким проверить То есть выработать Картридж и так далее Понятно Что надо Также учитывать Что В каких-то Картриджах Тонер может Фонить Один из этих И так далее Но это уже Не важно на самом деле Главное что Мы от эталона Можем уже гулять Примерно по Расходу тонера Вот и все То есть Сама цель была Свести Разницу Расхода Тонера К тонеру То есть По отношению К ним самим же Чтобы понимать Какого больше Израсходуется Вот и все При печати При обычной печати Стандартной Так скажем В стандартных условиях Все Всем спасибо За просмотр Ставьте лайки Чем больше Тем лучше Иначе будет больше Таких видео Всем пока